приветствую всех друзья сегодня 28 апреля ровно три месяца как я бросил вид сегодня мой квартальный отчет по ощущениям в первую очередь все более-менее выровнялась чувствую себя уже не так погано как первые два месяца но все же такая небольшая растерянность остается тяга к курению тоже сохранилась она постоянная но как бы постоянная но уменьшается меньше и меньше надо вообще забываю про сигареты стал такой более-менее собранным иногда появляется хорошее настроение держится довольно таки долго очень хорошо очень хорошо наладился сон сплю просто вообще как младенец ничего за собой не чувствую только лег уже утро то есть короче такого не было давным-давно видимо никотин как-то влияет на нашу нервную систему таким образом что мне допустим было тяжело уснуть мы только эта мысль появится и все начинаешь гонять 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 пережевывать и все и вообще сон пропадает сейчас такой нет чтобы не случилось только прилег все уже утро и ложусь и примерно 12 часов редко в 11 на работу стою в пол пятого утра все хорошо высыпаюсь после трудового дня чувствую себя так бодро единственное что пожирание всего и вся она не прекратилась то есть продукты уничтожаются также быстро как и в первые дни набрал я ровно 11 килограмм сейчас вес мой 106 спортом не занимаюсь потому что лень еще нет такой как бы не мотивации не желание ничего пока вот организм приходит в себя но появляются силы и появляются какие-то творческие творческие мысли скажем так и желание навести порядок там их техники и дома жизнь налаживается вот ровно три месяца но я скажу что очень опасный период потому что вроде бы ты уже можешь жить без сигарет ты уже как бы они не думаешь и закрадываются мысли а почему бы не купить себе какую-то электроночку еще что-то или покурить кальянчика побаловаться но я знаю что это было то закончится опять две пачки в день и потерянные три месяца страданий только из-за того что я пережил вот эти три месяца вообще страшно я не помню чтобы не было так плохо когда-либо в жизни как вот в это в этот период вот это время жалко потерять жалко опять взять и начать курить и потом думать о том зачем терпел зачем все эти там разводы зачем столько было съедено для чего вес набрал и то есть я себя распустил же полностью себе разрешил все все раньше и не ел лишнего там двигался занимался здесь разрешил себе не заниматься спортом жрать все подряд вот короче это время потерять не хочется и поэтому поэтому держусь дальше и не допускаю мысли о том чтобы взять эту дудку и начать опять дымить так далее что сейчас 28 число с 1 мая решил взяться уже основательно за питание за свое я через два месяца день рождения не исполнилось исполнится 48 лет и поэтому надо хотя бы спросить за два месяца хотя бы 10 12 килограмм вот такие планы то есть понеделье с первого числа я начинаю начинаю уже нормальное питание то есть короче возвращаемся в то же русло с которого выплыл когда брат профил курить питание и спорт не знаю как час работы работаю каждый день работа с пол пятого утра и принципе у меня там 14 часовой рабочий день как бы числится но получается чуть поменьше очень повезло мне вообще с начальником с боссом очень повезло и ему со мной повезло и мне с ним повезло вот работаю второй год ни одной претензии я вообще не знает где я я не знаю где он мы никак не пересекаемся только вижу что зарплата у меня растет все выше и выше по сравнению с тем как пришел год назад сейчас выросла практически два с половиной раза и что не может не радовать вот то есть я стараюсь единственное что я как бы сделал вывод из прошлой своей трудовой деятельности о том что с начальником надо разговаривать как с начальником никаких там дружеских панибратских отношений быть не должно ничего плохого я никогда не говорю о тех с кем работаю даже если тот меня как бы подбивает всякие там вопросики про одного про второго про третьего про всех я говорю только хорошо меня прошлый этот парень у которого я работал меня научил потому что все что-то скажет про человека в шутку или не в шутку быстро перекидывается ему вас всех поссорили все друг друга ненавидят друг другу не доверяет здесь не так я обо всех говорю или ничего или хорошо вернее или хорошо или ничего и поэтому со всеми вообще замечательные прекрасные отношения немножко бросание курить меня сбила с этой волны так сказать ровный были кое-какие стычки потому что нервы нервы оголенные самочувствие плохое нервы оголенные и любое какое-то слово причем обращены даже не ко мне вот я воспринимал очень и очень очень болезненно и так сказать на людей нападал хорошо что умею сглаживать эти ситуации как бы сейчас со всеми с кем работаю с мужиками все хорошо полное взаимопонимание поддержка все-таки как зависит от что коллектив такой ну коллектив зависит опять же от того кто этим коллективом руководит у нас руководитель просто замечательно вообще я таких не видел ну может быть и видел но работая здесь в одного парня уже забыл что такие бывают вот что еще по сигаретам по сигаретам сигареты вызывают бросание вызывает такое такое действие как самокопание ты начинаешь копаться в себе начинаешь там в людях там что-то копаться в этом прошлом что-то пытаешься менять тебе себя жалко и никто тебя не понимает и вот это это просто изворотливый наш хитрый ум он все делает для того чтобы мы же по сути ему нашему мозгу не нужны но нужны мы ему для того чтобы когда ему холодно он накрывает с помощью нас когда ему хочется выпить надо чтобы кто-то залил эту водку хочется закурить кто-то должен взять сигарету для него то есть и вот полнейшее было такое взаимонепонимание он хочет курить а я ему не разрешаю такое раздвоение ну сейчас уже успокаивается нет нет нападает желание причем внезапно очень быстро вот так вот то что быстро скоротечно это такие но очень и очень очень такое жесткое желание взять и закурить и все и тогда будет хорошо перетерпеть 3-4 минуты может побольше и все и опять возвращается к такому такая ровная тяга она еле заметная бывает чуть выше вот если взять шкалу 10 когда через три дня хочется курить этот на десятку то сейчас остается стабильная троечка четверочка вот так вот то есть она никуда тяга не пропадает она есть но с ней уже можно жить тем более к ней уже привык единственное теперь у меня появилась другая зависимость я вот обжираюсь как сумасшедший но набрал я вес до 106 килограмм и сейчас сколько бы я не съел выше 106 уже не поднимается видимо такое количество пищи чтобы превысить этот порог 106 килограмм мне уже не съесть потому что энергия трачу много работы бесконечно то есть как бы я думаю что бояться здесь нечего кто бросает курить спокойно покушаете что позвольте себе вы же это заслужили вы бросили курить это можете поесть ничего страшного потом два-три месяца спокойно сбросить и лишнее и уже будете жить но в данный момент у меня вот именно такие ощущения так что три месяца можете меня поздравить кто собирается бросить курить все вот получится может быть будут какие-то сложности я наверно самый тяжелый такой вариант из всех курильщиков очень зависимый ну кому-то будет легче я думаю что самое простое это терпеть и все просто не курить терпеть терпеть и терпеть ну что друзья до встречи до новых встреч кто-то мне звонит пойду готовиться ко снух пол пятого утра на работу пока пока